Пока еще сами не понимают весь ужас страшной аварии. Несколько часов после автокатастрофы. На месте работают спасатели, врачи и сотрудники ДПС. КамАЗ, перевозивший топливо, врезался в пассажирский автобус. Если бы это было 30 градусов тепла, то и дистопливо повело себя по-другому. То бы, конечно, было бы значительно все. Риск возникновения пожара, конечно, велик был. Если был бы бензин. 100% сгорали. Ну, чудо. Автобус с детьми, их было 16, ехал из Блакова в Саратов на цирковое представление. Столкновение произошло на Усть-Курдюмской трассе в нескольких километрах от города, почти в полдень. В результате ДТП два ребенка погибли, остальных госпитализировали. Из 11 поступивших четверо детей поступили в тяжелом состоянии, двое нуждаются в реанимационной помощи, они находятся в отделении реанимации, остальные в средне-тяжелом состоянии и удовлетворительном. Потребовались комбинированные операции по лечению черепно-зоговой травмы, ран и подозрения на развив внутренних органов. Авария произошла предположительно по вине 99-й, водитель которой протаранил идущие впереди «Жигули». От удара легковой автомобиль выкинул на встречную полосу под колеса КамАЗа. Последний не справился с управлением и столкнулся с пассажирским автобусом. Готовность авиации МЧС России доставить детей в случае необходимости в клинике Москвы. Самолет готов и ждет в случае необходимости команда. По консультации с министром здравоохранения такой необходимости сейчас нет. Родители, одну из погибших девочек, ехали практически следом за автобусом. На месте аварии с ними уже работают психологи. Остальных родителей из Балакова привезли сразу в больнице к детям. Созданы условия для того, чтобы родители остались здесь. Решены вопросы по питанию, естественно, не только детей, но и родителей. Кроме того, есть бесплатные гостиничные номера. При желании родители могут поехать в гостиницу. Но вот, насколько я знаю, сегодня родители 11 детей, все решили остаться здесь. Предполагаемый виновник ДТП с его машины и началась череда столкновений. Но их показания участвуют в следственных действиях. Водителей других автомобилей увезли в больницы. Их жизни сейчас ничего не угрожает.